Всем привет! В эфире ФК ОФА ТВ и сегодня все о предстоящем матче с ЦСКА. Смотрите выпуски. Наша команда готовится сыграть с чемпионом страны ПФК ЦСКА. Сильвестр Игбун вернулся к тренировкам в общей группе. И новое лицо молодежной команды Артем Шитов. В пятницу стартует 24-й тур Росгострах чемпионата России. И открывать его будут Уфа и ЦСКА. Для обеих команд эта встреча особенная. Виктор Гончаренко возвращается в Уфу только теперь в качестве наставника команды соперника. Напомним, Виктор Михайлович этот розыгрыш российской футбольной премьер-лиги начал в качестве главного тренера Уфы. Он прекрасно знаком практически со всеми футболистами. Поэтому этот факт вносит дополнительную интригу. Также и болельщики наверняка будут рады его приезду. Готовы? Начинаем! Редактор субтитров А.Семкин Теперь белорусский специалист неплохо справляется в ЦСКА. В весенней части чемпионата красно-синие не проиграли ни одного матча. И располагаются на второй строчке. И продолжают хоть и больше теоретически вести борьбу за первое место со Спартаком. И для ролевого Уфы армейцы не чужая команда. Большую часть карьеры 10 лет Семак провел в ЦСКА, став настоящим символом клуба. Армейцы неудобные соперники для уфимской команды. Шесть матчей провели соперники, пока ни разу уфимцы не смогли одержать победу. В игре первого круга в Москве Виктория была также на стороне ЦСКА. Березуцкий после углового забил единственный гол в матче. Никаких проблем нет. Достаточно будет количество времени, чтобы отойти от предыдущего нашего матча, восстановиться, подготовиться к следующей игре. Поэтому для нас не имеет значения. Конечно, для болельщиков, которые все-таки, я думаю, в субботу их пришло бы значительно больше, потому что выходной день. В этом плане есть некий дискомфорт в проведении. В остальном никаких проблем нет. Готовимся к очень интересному, важному для нас матчу с одним из лидеров нашего футбола. Поэтому ждем очень интересной игры. Большим уважением отношусь к Виктору Михайловичу. Я думаю, он заслужил свою работу, чтобы получить приглашение от топ нашего клуба. Что касается меня, я только в начале тренерского пути. И, конечно, для меня лично никакой принципиальности от поединок не будет носить. Не принципиально какого-то характера. Это еще один матч с очень хорошим соперником, с очень сильным соперником. Это возможность посмотреть там, насколько мы правильно развиваемся, в каком направлении идем с точки зрения игры, с точки зрения результата, с точки зрения нашего будущего. Возможность посмотреть на тех ребят, которые сейчас у нас восстанавливаются от травм. Поэтому ждем с интересом. Нет, я думаю, никакого принципиального значения или дополнительных каких-то мотивационных составляющих вряд ли эта игра имеет. Это бывает только в том случае, если какие-то футболисты, может быть, считают необоснованными, то, что мало играли с одним тренером, мало доверял им один тренер. Какие-то такие аспекты против своих бывших команд. Есть такое мнение. У кого-то складывается хорошо матч, против своих бывших клубов, у кого-то не очень. Здесь очень много вариативности и, в принципе, какого-то одного целого нельзя, одного знаменателя, что именно так играют или по-другому. Такого не бывает. У всех по-разному складывается. Тяжелый график был, много выездных. И были выездные матчи, непростые. Этот весенний наш период, потому что в Краснодаре, и в Грозном, и в Перми, все знают, насколько тяжело там играть. И домашний матч и со «Спартаком», который сейчас набрал хорошую форму, хороший код, и с «Локомотивом» две игры. Ничего страшного. Мы команда, которая стараемся развиваться, идти дальше, прогрессировать. Поэтому шаг за шагом для нас абсолютно нормальное турнирное положение, которое мы занимаем. Есть куда стремиться, есть над чем работать, что мы делаем. Я не знаю, насколько информационный или официальный характер носит данная информация, но в плане того же Ваника, я его прекрасно знаю, отношусь к нему с уважением за его отношение к делу, прежде всего. И все вместе полуэбарились, и то, что он знает этого человека, это не факт, что его можно в чем-то обвинять. Конечно, конечно, некоторые ему уже придумывают новые клички, прозвища, связанные, опять же, с последней историей. Мы относимся с улыбкой. Пожалуйста, наш клуб всегда открыт, и в любое время, межсоревновательный период какой-то, мы готовы. Абсолютно никаких проблем у нас не было и, надеюсь, не будет. К тренировкам в общей группе приступил любимец у финской публики Сильвестер Эдбун. Слай получил травму матча 19-го тура с крыльями Совета. Сейчас нигильские нападающие вместе с командой готовятся к матчу с армейцами, и, возможно, болельщики увидят его на поле. Я чувствую себя достаточно хорошо, очень давно не тренировался. Я хотел, поэтому не рад вернуться в общую группу, тренироваться с командой. И в целом, с детьми, я чувствую себя хорошо. Конечно, я не был там, нет, 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 я не оставил тренировку. Нет, на самом деле, я провел полностью тренировку, некоторые макарканы должны были выполнительные занятия, но так, на самом деле, я приступил не готов. Я не был там 100% лет, но это хорошо, чтобы вернуться к матчу, потому что сейчас я чувствую... Все-таки не самая удачная череда, обидно, пустили победу в Перми. Ну, конечно же, после поражений настроение бывает не очень, но все-таки это уже все в прошлом. Если долго будешь расстраиваться и долго будешь в таком состоянии, то ничего хорошего от этого не выйдет. Поэтому нам предстоит тяжелая игра с ССК, и где нам нужно выложиться на 100%. Нас ждет очень интересная игра, где нужно будет выигрывать борьбу, где нужно будет, наверное, выжимать из себя максимум. Вот, поэтому уже прошлые игры забыли, вспомнили свои ошибки, которые мы допускали, разобрали их, и двигаемся дальше. Для ребят игра особенная? Игра против своего бывшего главного тренера? Ну, особенная игра в том плане, во-первых, что это ССК приезжает, это чемпион России, действующий. Ну, и плюс, конечно, Виктор Михайлович, приятно будет его видеть, ведь остались очень теплые воспоминания, поэтому будет очень интересная игра. Есть какое-то преимущество ССК, учитывая, что Минчарик там работал? Перед игрой, наверное, ни у кого не бывает преимущества, все-таки 50 на 50, еще игра не началась. Вот, и сейчас же, не знаю, как сказать, он знает нас, мы знаем его, все его требования. Тут все покажет игра, и на поле все будет видно, кто на что гораст. Устроение боевое, готовимся к игре, все идет по плану, завтра предыгровая тренировка, там разберем моменты, кое-какие, послезавтра игра, будем готовы во все оружие. Есть что доказывать, Виктор Михайлович, чем-то отлично, может быть, тебе и помочь игроков? Да, я не вижу смысла, что-то заказывать, просто мы будем выходить и играть, постараемся выиграть. Конечно, ЦСКА хорошая команда, но у нас все шансы есть, это новая игра, как всегда. Если будем работать хорошо, я думаю, что у нас тоже есть хорошие шансы. Все сборные играют, все хорошие игроки. Но если мы будем действовать как команда, я думаю, что мы в этом компоненте можем быть лучше. Ну, сама игра, посмотрим как будет. Всегда сказать, почему, ну, может быть, там чуть-чуть удачи не хватает, нам, может быть. Мы там шаг меньше бегали, это футбол. Но все равно взяли очков впервые, может быть, должны три, но ладно, но будет игра дома у нас, и это, поэтому я думаю, опять хорошие шансы за нас. Я знаю, что футбол, это не всегда так просто, как человек думает, но, в принципе, все шансы есть, но если мы будем от первой до последней минуты на уровне, тогда будет хороший результат. то, конечно, если играть, если ты играешь, если ты играешь, то, что ты играешь, то, что ты играешь, это всегда одна, то же, мотивация, Это не значит ничего. Я думаю, что интересный матч будет, поэтому приходите, болейте за нас. И мы будем все делать, чтобы вы хороший результат получили. Также в пятницу свою игру проведут молодежные составы УФА и ЦСКА. Дублеры армейцев – одни из лучших молодых футболистов в Европе. В молодежной лиге чемпионов подопечные Александра Гришина сумели дойти до четвертьфинала. Там москвичи проиграли Бенфики. Во внутреннем чемпионате ЦСКА молодежный уверенно идет на первом месте. Наша команда в конце таблицы. В двух последних встречах хорошо себя проявил нападающий Артем Шитов. И в игре со Спартаком и в матче с Самкаром 67-й номер сумел отличиться. Как настрой у команды и что горожане готовы противопоставить грозному сопернику, нападающий рассказал Клубному телевидению. Я уже давно привлекался в молодежную команду. Просто, ну не знаю, как-то то ли мандраж, то ли, не знаю, не получалось, много травм было. Но все залечилось и как бы большая самоотдача присутствовала. И вот так получился я в этой команде. Даже самому не верится. Это просто сказочно. Выходить и забивать даже в дебютном матче. Просто эмоции зашкаливали. В первом матче в Спартаке, когда выходил с Спартаком, получается, мандража не чувствовал. Просто хотел отыграть выложиться на полную. А во втором матче немножко, конечно, присутствовал мандраж. Вышел при счете 1-1. Ну и как бы вывел вперед нашу команду. Жалко не удалось выиграть матчу. Все одинаковые. Просто у кого-то школа более развита, у кого-то нет. Но все мы одинаковые. И всем нужно, получается, стремиться к победе. Почему? Мы еще не успели забрать. Будет завтра, сегодня разбор игры. Думаю, хорошо подготовимся и будет хороший день. Команда без слабых мест сейчас идет на первом месте в турнире таблицы. Будет тяжело, но никто не сдается без оберега. Нужно тактически хорошо подготовиться, получается. Выложиться на все 100. Единоборство побольше выигрывать, конечно, нашим центральным защитникам. Ну и просто хорошо разобрать соперника и поставить все точки на него. Да, конечно, болельщики играют важную роль в результате команды и повышения в турнире таблицы. А на этом у нас все. Следим за матчем Уфа ЦСКА. Встретимся на футболе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok